Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог» Московской области. В этом году исполняется 90 лет и в рамках этого события мы проводим сегодняшнюю встречу с нашим гостем. Он укращает даже самый неподатливый материал, а после его работы дышат, размышляют, танцуют, говорят с нами. Сегодня у нас в гостях скульптор, заслуженный работник культуры Московской области, заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников. Александр, здравствуйте! Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Здравствуйте, дорогие земляки, здравствуйте телезрители. Я счастлив на нашем люберецком телевидении побывать, как только пригласят. Вот мы тоже счастливы. И действительно, то, что вы сегодня у нас в гостях, это большая удача, потому что у вас очень сложный график. И вот сегодняшний день совпал, к счастью. Буквально вчера мне известно, что вы приехали с очередной какой-то поездки, с очередного мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о том, откуда вы приехали и какое это значение имеет для люберчан. Я считаю себя счастливым человеком. Я востребован как скульптор. Очень много работы сейчас. И, если так можно выразиться, как общественные деятели. Вот буквально вчера мы открыли выставку «Союз художников Подмосковья» в Сергиеве Посаде. Это выставка, посвященная 90-летию Московской области. Там представлена работа и наших люберчан. Работа моя представлена. К сожалению, музейная экспозиция не позволяет выставить много работ, поэтому там самые лучшие. А вообще, наша областная организация насчитывает более тысячи человек. Это третья после Москвы и Санкт-Петербурга организация вот такого масштаба. То есть Московская область, она богата на талантливых людей, в том числе и представитель изобразительного искусства. В рамках выставки были вручены награды президент Международной Академии культуры и искусства, народный художник России Пётр Тимофеевич Стронский. Принял из числа наших художников двух человек член-корами Международной Академии. Вот я уже являюсь два года членом-корреспондентом этой очень, так сказать, статусной и серьезной организации. Кстати, а ваша работа там какая представлена на этой выставке? В этом году мне удалось поставить в Щелковском районе три композиции, посвященные космонавтам. То есть Юрию Сеевичу Гагарину, Леонову и Валентину Владимировну Терешковой. Вот там как бы портрет Валентина Владимировна представлен. А в прошлом году ей было 80 лет, как раз вот работа началась именно в юбилейный для нее год. В этом году исполнилось бы 80 лет Гагарину, и в этом году исполнилось бы 80 лет Леонову. То есть они вот как бы такие одногодки. Да, поэтому тема выбрана не случайно. Ну там эти композиции стоят в одном километре от Звездного городка. А Гагарин вообще представлен с дочками. Я надеюсь, что там супруга в Звездном городке проживает Юрия Сеевича. Будет с дочками иногда захаживать. Да. Александр, то, что касается вообще вашего послужного списка, то вот то, что я перечислила сейчас в самом начале, когда вас представляла, это далеко не все. Вы, к тому же, еще и академик Российской академии художеств. Вы член Союза художников России, а также член Творческого союза художников России, член Союза журналистов России. И много-много можно еще всего перечислять. Но и ваша занятость, и весь этот послужной список, это было так далеко не всегда. Каким было ваше начало как художника, как скульптора? Вы знаете, у нас в Советском Союзе была очень стройная система подготовки кадров, в том числе и выращивание работников сферы культуры. Я когда пошел в первый класс, это был 1967 год, я параллельно пошел петь в хор при клубе, при заводе. Это был Креневский силикатный завод в поселке Коросково. Я там три года пропел, потом в Малаховке занимался хореографией четыре года, даже танцевал полечку в колонном зале Дома Союзов на одном из конкурсов с девочкой. Потом я занимался спортом в нашем Люберецком Спартаке, потом мы создали вокально-инструментальный ансамбль, это был уже 1977 год перед армией. И когда я пришел из армии, я поступил в Стругановку на отделение скульптуры. Но путевку в жизнь мне дал наш Люберецкий дворец скульптуры. Потому что в нашем Люберецком дворце культуры была скульптурная студия. И с 1980 года по 1983 я там занимался. То есть представляете, какая студия районная была, что она совершенно спокойно готовила студентов художественного вуза. Хочу добавить, что в Малаховке студию хореографическую вела танцовщица Большого театра. Ну, подрабатывала так, наверное. Вот вы начали сегодня свое выступление здесь со слов «Я счастливый человек». «Я счастливый человек». «Я счастливый человек». И вот у вас уже в детстве вот это «Я счастливый», потому что у вас и педагоги, и наставники, они такого высокого уровня. Педагог в нашей скульптурной студии была профессиональным скульптором. А в нашем Люберецком Спартаке школу, тогда это называлось классическая борьба, сейчас греко-римская, возглавлял чемпион мира в тяжелом весе по классической борьбе. Знаменитый Шмаков. То есть вот я сейчас, оглядываясь назад, смотрю, думаю, ну вот судьба настолько с такими людьми, к ним приблизиться было за счастье. А вы учились у лучших? Да, я учился у них. У лучших? Это потрясающе. Поэтому вот сейчас, когда я достиг определенных успехов, имею некий статус, я с удовольствием участвую в оценке детских работ. Вот в частности, в Росгвардии проводится ежегодный конкурс детского рисунка на... называется, по-моему, «Мой папа-защитник». Вот как бы так. Вот я там сопредседатель жюри. Я сопредседатель жюри в нашем Люберецком конкурсе детского рисунка. Почему в Росгвардии? И я уже два года член Совета по культуре Росгвардии. Вот. И вот сейчас мы заканчиваем большую работу для Рязани. Это памятник погибшим росгвардейцам. Этой службе всего три года, а уже погибло 18 человек. То есть это в мирное время. Это люди, которые обеспечивают внутренний порядок. Но, к сожалению, вот такая у нас жизнь сейчас интересная. И хочу вернуться вот к настоящему времени. Вот сейчас у нас в Российской Федерации, в Московской области выстроена не менее положительная, как бы так сказать, система подготовки, в частности работников культуры. У нас огромное внимание уделяется детскому творчеству. Вот я знаю, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, помимо тех бюджетных средств, которые, так сказать, ну планово тратятся, еще постоянно из резервного фонда добавляет на развитие дополнительного образования. Дополнительное образование – это живописи, это танцы, это музыка. Выделяются средства дополнительно на закупку инструментов, которые затем распределяются по музыкальным школам. Вот насколько я знаю, что люберцы в прошлом году рояль получили по вот этой программе. Я сейчас, вот опять-таки, возвращаясь к понятию счастья, мы живем в счастливую пору. Посмотрите, как Люберевский район преобразился только за последние пять лет. А ведь вот в 90-е годы, страшно вспомнить, у нас Октябрьский проспект, горели фонари через один. У милиции не было бензина для того, чтобы выезжать на постоянные выезды. Кстати, вот то, что касается 90-х, у вас же тоже это была такая непростая для вас пора? Ну, это был, наверное, слава богу, единственный момент в моей жизни, когда я не понимал, для чего мне Всевышний дал талант, почему я закончил с отличием ВУЗ и остался практически невостребованным. Это был 93-й год, мне удалось там моменту в Кореневу поставить памятник погибшего в Великой Отечественной войне, и все. И не то, что скульпторы невостребованы были, художники были невостребованы. Потому что, ну, понятно почему, когда весь народ вышел на рынок для того, чтобы как-то выживать. Торговали тапочками, не знаю, там, спичками, чем можно было, тем и торговали. А вы шли в мастерскую, Александр. Вы в это время, на протяжении десятилетий, где-то шли в мастерскую. У меня на тот момент и мастерской-то как таковой не было. Так называемая. Но выживал я не благодаря искусству. Да, но вы его не оставляли. Нет, я работал на полку, как бы параллельно, ну и параллельно, так сказать, был начальником пресс-службы частной охранной фирмы. А каково это чувствовать себя невостребованным, не понимать вообще, какая перспектива, понимать, что ты работаешь на полку, но идти в мастерскую и делать? Вы знаете, вот в какой-то момент я пришел к выводу, что если Всевышний нас создал универсалами, то есть мы можем одновременно говорить, смотреть, чувствовать, идти, то зацикливаться на той профессии, которую ты получил, ну, видимо, не стоит. То есть время наступило такое, что нужно было вот этот, как бы, дар универсала применять. Меня пригласили в частную охранную структуру, и я как бы с удовольствием начал популяризировать частных охранников. Ведь время было, сейчас многие забыли, время было, ну, просто катастрофическое. Катастрофическое. Сотнями увольнялись силовики, то есть из милиции увольняли людей, из внутренних войск, из КГБ. И эти здоровые молодые парни, 35-40 лет, с семьями, они фактически оставались на улице. Кроме как защищать родину, их ничему не учили. Это как бы слесарь может одну балванку выточить, он другую. А человек, который в погонах, которого научили только родину защищать и владеть оружием, То есть была опасность, что многие будут создавать незаконные структуры. И вот этот закон о частных охранных подразделениях, он практически спас ситуацию. То есть люди в погонах, которые давали присягу, объединили в частную охранную структуру, которые защищали в том числе и правопорядок. Потому что у нас с милицией было постоянное взаимодействие. Когда нужно было массовые мероприятия какие-то еще охранять, мы выделяли сотрудников из частных охранных структур. Я считаю, что это просто тот, кто это придумал, гениальный человек. Мы выжили. И уже к началу нулевых начали восстанавливать страну. Пусть в рамках Российской Федерации, но восстанавливать. Вы помните тот день, который можете назвать для себя Днем Возрождения как художника после этого периода? 2000 год. Открытие памятника воинам и интернационалистам. Здесь у нас в Люберске вот этот ангел, который на Октябрьском проспекте стоит. Я в этот день, когда его торжественно открыли, я понял, что, как бы сказать, а жизнь-то начинается. Причем опять-таки мистика какая-то. В этот год мне исполнилось 40 лет, 20 апреля. И вот на День города мы открыли этот памятник. Такое ощущение, что Моисей водил 40 лет свой народ. И довел как раз. И он вас довел к этому ангелу, к этому памятнику. Но я вспоминаю 90-е не то, чтобы с сожалением, а за вот эти где-то 7-8 лет я приобрел колоссальный опыт работы как журналист, опыт общения с людьми и понимание, что ценен каждый день. Вот с момента открытия памятника в Люберцах я каждую свою работу рассматриваю как последнюю. Поэтому пытаюсь выкладываться по максимуму. Александр, мы вынуждены прерваться на рекламу. Хотя не хочется прекращать этот разговор с вами. Друзья, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Это «Открытый диалог». Продолжаем «Открытый диалог» и продолжаем беседовать с нашим сегодняшним гостем, скульптором Александром Рожниковым. Александр, скажите, пожалуйста, а вообще для вас скульптура начинается с чего? Ну, началась она в далеком 1971 году, когда я из снега слепил ракету. Когда вы из снега, да-да-да. Потом позже был лев снежный, вот оттуда она началась. А когда начинаете работать над очередной своей... Когда я начинаю работать над очередным образом, во-первых, есть такой термин «техническое задание». Если это заказ государственный либо частный, то заказчик определяет, что он хочет видеть. То есть вот саму тему. Так, он задал вам тему. Да, и я начинаю смотреть, что на эту тему... Вот, кстати, в век интернета очень можно оперативно посмотреть, что на эту тему сделали до меня. И не для того, чтобы что-то украсть. Для того, чтобы просто не повториться. Потому что, опять-таки, к большому сожалению, в принципе, украсть нечего. Вот как-то все в основном банально и неинтересно. А шедевры, которые как бы созданы, ну, мне еще такие темы не дают. Вот сделать что-то типа «Родина матери» Намамаев курган или «Вера Мухина сделала рабочую колхозницу». Вот, но в любом случае, темы, которые... Ну, допустим, наш глава, Владимир Петрович Ружицкий, пригласил меня позапрошлым году и сказал, что мы будем реконструировать парк. Нам что-то нужно сделать красивое. Что-то для молодежи. То есть вот он человек очень мудрый и с хорошим художественным вкусом. Вот, и вот он вот это зерно забросил. Я начал думать, ну, вот парк культуры. Ну, что это это? Для молодежи. Да, это фонтаны, это место для встреч, это должны быть какие-то знаковые вещи. Я посмотрел, что в парках ставят, но это уже поставлено. И как-то вот, опять-таки, исходя из того, что у нас будет достраиваться хореографическое училище здесь, вот за ДК, я посмотрел планировку, где какие есть площадки. И родилась идея сделать вот танцующий хвальс, это там, где Октябрьский проспект. Совершенно какая-то вот необычная идея, танцующие на шаре под зонтиком. Кстати, меня спрашивают, а что, вот почему на шаре? Я говорю, ну, шары – это лицетворение, там, если подойти ближе, там же цветы рельефные. То есть это наша беретская цветочная поляна. Поэтому и девочка там босиком танцует. Она вот в траве танцует. А сколько времени у вас ушло на создание этой скульптуры? Ну, практически месяцев девять. Это с момента разработки эскиза, потом его утверждение. Ну, кстати, Владимир Петровичу как бы изначально сразу эскиз понравился. Он говорит, будем делать. И нам удалось как бы две композиции в прошлом году поставить. Александр, а сколько времени у вас ушло на создание скульптуры, ну, скажем так, памятника Ольге Бузовой, воплощающей материнство? Это тоже около года? Нет. С Ольгой Бузовой там даже не памятник. Ваши коллеги с телеканала 360 мне позвонили, задали вопрос, как я отношусь к ней. Я сказал, очень хорошо отношусь. То есть вот так эта история начиналась? Да, молодая. Это не вы стали инициатором? Нет, нет, нет. Я говорю, молодая, красивая девушка, спортивная, талантливая. Причем вот мне нравится ее такой напор. И какая-то открытость и небоязнь попробовать себя в той или иной стезе. Ну, почему материнство? Вот, секунду. Секунду. Меня попросили это сказать на камеру. И вот предложили создать памятник Ольге Бузовой. И как я мог бы этот памятник видеть? Вот оно что. Вот. Я говорю, ну, я как бы не собираюсь создавать памятник Бузовой. Ну, а если в плане как бы так вот некого наброска. Я говорю, я бы ее... Девушке, говорю, 32 года. Будущая мать однозначно. Я бы ее видел с младенцем на руках, в виде Мадонны. От меня ждали какого-то, наверное, такого суперкреатива. Но в любом случае я в любой молодой девушке вижу будущую мать. И на 99% для нормальной здоровой молодой девушки это счастье неизбежно. А понимая, что Бузова суперпопулярна в нашей стране, я еще попытался несколько шагов вперед сделать. То есть, если такую Мадонну с младенцем, ну, как бы с портретным сходством Ольги Бузовой, поставить где-нибудь перед входом в перинатальный центр, то она бы как бы со своей популярностью могла бы взять шефство над этим перинатальным центром и иногда приезжать с подарками к молодым мамам или там с короженицем. То есть, это была бы еще дополнительная история нашей жизни. А учитывая, что она девушка активная, то эта история могла бы продлиться, ну, в лучшем, как бы, в таком фантастическом плане до последних дней ее жизни, но лет на 10, на 15 точно. Потому что я знаю, многие деятели культуры, популярные артисты шефствуют над детскими домами, над учреждениями детскими. Какими-то социальными учреждениями. И, мне кажется, это был бы очень такой, ну, представляете, у какой-нибудь девушки проблемы, так сказать, с беременностью, тяжело проходят, приезжают в Бузово там с каким-то мишкой, ну, я не знаю, там. То есть, это позитив, который, может быть, этой молодой маме в перспективе просто даст возможность легко родить, родить здорового ребенка. Ну, в дальнейшем эта история вообще не возымела какого-то продолжения, да, все так и затихло. Ну, многие мои коллеги были в недоумении. Ну, естественно, академик. Вот этот шлейф, который идет за Бузовой, ну, вот, эпатажный. Ну, я бы тот эпатаж, который идет за Мадонной, вернее, шел в свое время за Мадонной, известной певицей. Ну, как бы ни в какое сравнение. Все-таки Оля, на мой взгляд, очень светлый, добрый человек. Так она иногда вот, ну, когда хамски по отношению к ней выступают, отдельные СМИ, так сказать, не наши. Она так вот иногда может резко высказаться, но в целом это очень позитивный человек. Вы с ней лично познакомились? Меня не представляли, но был такой момент, когда я с ней был в одном жюри, когда оценивали мисс Московской области. Это был где-то, наверное, 2011 или 2010 год. Все ясно. То есть еще до этой истории с памятником? Да, да, да. Ну, мы сидели вот как бы за одним длинным столом в качестве жюри. Да. Вот, но знакомы не были. А какая у вас самая сложная для вас же работа? Что далось сложнее всего из того, что уже есть? Да вы знаете, как-то вот, наверное, нет такой работы, которая... Которая бы вас вымотала. Которая шла вот трудно. Было много вариантов композиции «Ребята с нашего двора». Вот я работал с Колерой Старгуевым. Были некие такие, знаете, вот сюрные вещи. Но в какой-то момент я пришел к выводу, что... А нельзя вот сюрные вещи, вот Колеру Старгуеву, Дуся Агрегат, надо показывать совершенно вот людьми из нашей среды. Конечно. Потому что это ребята с нашего двора. Это не должны быть какие-то там, не знаю, небожители. Это должен быть парень с гитарой и девочка с гирей. То есть девочка-спортсменка, парень-музыкант. Потому что когда лет через 40 забудут, кто такой Старгуев и вообще что, композиция будет, и кто такой Рошников забудут. Композиция просто будет стоять, это будет всегда парень с гитарой в клетчатых штанах и девочка с гирей. И в этом ценность. Не просто там свою фамилию вековечески, а ценность, чтобы люди шли и поднималось настроение. Вы знаете, вот я иногда для поднятия собственного настроения прихожу туда, вот на Смирновскую улицу, и так из-за угла дома смотрю, как реагируют люди. И особенно утром реакция просто вот ошеломляющая. Идут люди, они идут на работу, они заняты своими проблемами. Вот лица хмурые. Вдруг боковым зрением видят нечто, а понимают, что это скульптура, глаза открываются, подходят там, сделал селфи, пошел уже какой-то просветленный. То есть вот жизнь-то налаживается. И в этом плане городская скульптура, она очень ценна, потому что она находится в среде городской, без каких-то помпезных постаментов, без позы. Вот эта композиция, она проста в своих деталях, но она этим и ценна. Она этим и притягивает. Люди садятся на скамейку рядом. Я даже видел, мужик один спал. Тоже хорошее занятие. Причем мне как-то говорят, мужик спит. Вот не поставил бы тут скамейку, где бы он спал? На земле я простудился бы. Я говорю, так скамейка бронзовая. Особо-то и не греет. Александр, вот вы создали еще памятник чеховским собачкам и отказались от гонорара. В чем здесь для вас ценность? Мы изначально договорились с директором музея, что я это сделаю бесплатно, вот свою часть работы. То есть придумал композицию, слепил в глине, в натуральную личину. Просто в комбинате художества летят, там работают нормальные люди, которые должны получать зарплату и нести ее в семью. Поэтому комбинат не может себе позволить делать подарки. Ну, как бы сумма была совершенно минимальная, и музей самостоятельно это дело профинансировал и установили. Мы с Константином Васильевичем Бабковым давно знакомы были. И вот эту идею чеховских собачек он ее давно вынашивал. И, наконец, оно случилось. Но я ему благодарен в том плане, что там стоит рядом пепитер с аннотацией на двух языках. Мы когда с ним обсуждали образ, я ему говорю, ну мы поставим двух этих такс. Они и так маленькие. Зимой снегом занесет, их будет не видно. Надо придумать какую-то игровую ситуацию. Он говорит, ну придумай какую-нибудь игровую ситуацию. Я говорю, ну вот, например, лежит камень, валун. Вот Брома Саич на нее запрыгнул, а Хина Марковна, она как бы вот сбоку подошла. А на камне лежит шляпа Антона Павловича, в которой лежит яблоко. Мне Бабков сказал, говорит, а он тут в Мелехов шляпе не ходил. Я говорю, ну какой-нибудь головной-то убор был? Он говорит, да, картуз. У нас вот музей до сих пор лежит модлиный. Я говорю, ну давай картуз положим. Мы положили этот картуз, и теперь каждый вечер там специально обученный сотрудник музея собирает из этого картуза деньги. Потому что посетители приходят, трут нос собакам и кидают туда денежку. Я без гонорара делал памятник Жене Табакову, который установлен в Ногинском районе, в школе 82. Это кавалер ордена мужества посмертно. Мальчик восьмилетний, который фактически спас свою 12-летнюю сестру от насильника. Идея была губернатора. Я благодарен губернатору, что предложили мне разработать композицию. Причем Лидия Николаевна Антонова принимала сам непосредственное участие в этой теме. Мы с ней взаимодействовали на тот момент. И когда родился вот этот образ мальчика, который левой рукой отбивается от черного ворона, а правой рукой за спину прячет белого голубя, ну вот он как бы, кто в правительстве был на тот момент, как она мне рассказывала, всех поразил вот этой трогательностью. То есть вот этот мальчик стал между темными силами, защищая светлые. Вот это композиция. У меня просто как-то рука не повернулась бы, деньги за это брать. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Друзья, у нас в гостях был скульптор, заслуженный работник культуры Московской области, заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова